В России появился федеральный регистр доноров костного мозга. Что это значит и что это дает? У нас в течение длительного периода времени не было специального федерального свода, который контролировал бы всю страну. Были разрозненные банки доноров, которые организовывали те научные учреждения и практические учреждения, где реально проводилась трансплантация костного мозга. Мы длительное время бились за то, чтобы такой федеральный центр был, который собрал бы все данные, накопленные до настоящего времени. И это состоялось. Надо сказать, что уже сейчас такой банк начал работать. Это медленный процесс. Набор материала, как вы понимаете, будет собираться не один год. Но уже из этого банка наши пациенты получают уже материал для трансплантации. Уже отечественные трансплантации все проводятся, особенно у взрослых. Если у детей еще мы используем западные банки, то взрослые в основном опираются на банки уже отечественные, на федеральные отечественные банки.